Раз, два, три. Три, два, раз. Чат работает? Меня слышно? Напишите что-нибудь в чат, если он работает. Напишите что-нибудь в чат, если он работает. Я сам себя, по крайней мере, слышу. Ну, ждем, наверное, до назначенного времени, две минуты, и постепенно начинаем рассказывать чего-нибудь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. О, замечательно, я вижу, что меня слышно, есть картинка Фейсбук. Ну, замечательно, тогда, наверное, начнём. Ну, начну я маленько, наверное, с того, что представлюсь. Зовут меня Богомолв Иван. Программистом я не родился, а программистом я стал, и на текущий момент у меня порядка половины моего трудового стажа — это, собственно, фуллстек разработка. Ну, фуллстек и фуллтайм. Я, как писал раньше, фронтенд и бэкэнд, сейчас всё-таки больше перешёл в сторону бэкэнда и работаю в такой компании, как PushMush. Если кто-нибудь что-нибудь слышал как бы хорошо для тех, кто не знает, что это — это компания, которая занимается представлять сервис по доставке Push уведомлений. У нас Highload, находимся в Новосибирске, ну, как бы. Вот так. Не думаю, что есть смысл активно её здесь пиарить. Вот. Перейдём, наверное, собственно, уже к рассказу о том, о чём мы собирались, о шифровании, об алгоритме Диффи Хеллмана и всем, что с ним связано. Вот. Не имел никакого представления, чтобы положить на первый слайд, пока такое небольшое вступление идёт. Поэтому сразу зайдём с… резко перейдём к теме. Что такое вообще шифрование? Шифрование — это процесс преобразования информации таким образом, что информация становится недоступной для неавторизованных пользователей и доступна только тем, кому вы сами… чей круг вы можете сами ограничить. Вещи, связанные с шифрованием, появились достаточно давно. ещё тот же самый Цезарь, как вы тут видите, шифр Цезаря. Ещё тогда возникала проблема, что необходимо передавать информацию таким образом, чтобы могли читать только нужные люди. И сторонним лицам эта информация не могла никак достаться. Ну, вот, собственно, в старые времена шифр Цезаря изначально были придуманы симметричные шифры. Это такие шифры, в которых существует один ключ, с помощью которого происходит и шифровация, и шифрация, и дешифрация информации. То есть, вот, допустим, конкретно на примере шифра Цезаря у нас есть исходный алфавит, вот, допустим, наш кириллический. И мы… вот конкретно Цезарь у себя использовал ключ с числом 3. Что это значит? Это значит, что мы берём наш исходный алфавит и шифруем сообщение таким образом, что в шифрованном сообщении каждая буква сдвигается на три позиции относительно своей оригинальной. То есть, таким простым преобразованием мы можем из оригинального нашего алфавита, который вот АПВГТ, получить шифрованным. Отличается он только сдвигом на три буквы. Ну, как бы, что происходит тогда с сообщением? Оно становится нечитаемым и просто непонятно на брук. Если заранее не знать ключ, то, как бы, непонятно, что с этим делать. На самом деле есть методики, которые позволяют скрывать такие шифры, но, как бы, это за немного рамками внешнего нашего вебинара. И касаться мы их не будем. Но такие вещи, как шифр Цезаря, очень просто скрываются. Сейчас есть более сложные. Шифр Цезаря – это простой пример, на котором можно достаточно легко и быстро посмотреть, как работает шифрование, в частности, асимметричное. Несколько спустя, как бы, 20 веков примерно, если я правильно помню, изобрели асимметричное шифрование. То есть, что это такое? Если конкретно в шифре Цезаря мы выбираем ключ 3, и для того, чтобы шифровать сообщение, мы используем эту тройку, и для того, чтобы дешифровать сообщение, мы точно так же используем эту тройку. То есть, получив шифрованное сообщение, мы берем букву условно G и сдвигаем на три позиции назад индекс относительно исходного алфавита. Получаем букву A. И, собственно, все просто и все понятно. С асимметричным шифрованием логика несколько сложнее. В этом случае используются два ключа. Один для шифрования, другой для дешифрования. И, собственно, это добавляет сильно больше сложности. Еще важный такой момент по поводу симметричного шифрования. Если мы используем симметричные шифры, то ключ должен быть заранее известен обоим сторонам. Касательно асимметричного шифрования. Этот ключ может быть динамически вычислен на основе условно, так в кавычках скажем, косвенных признаков. Вот что, собственно, в алгоритме Диффи Хеллмана и происходит. Мы потом на это посмотрим. Ну, можно сразу назвать такие весомые примеры. Почему, собственно, доклад называется «Киты интернета», киты, на которых стоит интернет. На асинхронном шифровании держится, собственно, самый сейчас набирающий популярность протокол HTTPS. Почему набирающий популярность? Потому что сейчас стало достаточно просто получать, регистрировать свои домены и получать набор приватных и публичных ключей, которые будут храниться у третьего лица, который выступает доверенным для каждого из клиентов. Помимо HTTPS, есть такие вещи, которые сейчас, особенно в России, стали набирать популярность. VPN называется. То есть это технология, в рамках которой создается туннель и трафик между точками, между которыми поднимается туннель, шифруется, собственно, по алгоритму DeFi Hellman, асинхронно, асимметрично. И фишка в том, что в процессе установления туннеля злоумышленник, который захочет посмотреть ваш трафик, он не будет обладать ключом, с помощью которого сможет дешифровать трафик, потому что этот ключ нигде в открытом виде не передается. Но на это мы чуть дальше посмотрим. Наверное, можно начать, что у нас? Следующая по слайдам. Касательно шифра Цезаря. Мы его сейчас реализуем. Достаточно наивную имплементацию. Строится она на основе такой нехитрой логики. Вот, собственно, здесь на слайде вы можете видеть не совсем понятное, может быть, с первого взгляда обозначение. Но конкретно вот первая формула, где y равен x плюс k процент n. Что это значит? Это значит, что у нас есть какой-то символ алфавита. Алфавит у нас состоит из фиксированного набора символов. Символы заранее определены, длина у них конечная, то есть строго математически. x это номер, позиция элементов в алфавите. То есть если мы говорим о русском алфавите, то условно буква a для нее x будет равен единице. Для b, соответственно, 2. И как бы дальше считаем. k это ключ шифрования, то есть та вещь, с помощью которой мы сможем шифровать и дешифровать сообщение. n это мощность алфавита. Сейчас нам понятие мощности как бы особо ни о чем не говорит, и в рамках нашего вебинара оно не особо ценно. Здесь мы можем эту мощность однозначно заменить на длину алфавита. То есть длина русского алфавита, если мне память не изменяет, 33 символа. Что такое y? y это позиция зашифрованного элемента. То есть мы используем один и тот же алфавит и, зная изначальную позицию символа не шифрованного в алфавите, получаем позицию в этом же алфавите для шифрованного символа. Ну, то есть, условно говоря, если мы говорим про букву а, у которой индекс один, путем нехитрых манипуляций с ключом равным 3, мы сдвинемся до буквы g. И все буквы а, которые были у нас в сообщении, заменятся на букву g. Относительно b, у которой будет номер 2, b заменится на g, d. Она заменится на d, соответственно. А на этой формуле написано, в этой формуле как бы вот этот процентик – это… Ой, как бы не соврать-то, целочисленное деление. То есть, мы имеем алфавит длиной 33 символа, x у нас единичка, k у нас троечка, 1 плюс 3 – это 4, и целочисленное деля это на 33, мы, собственно, получим значение, позицию. Такая же логика работает для дешифрования. Обозначения здесь те же самые, то есть, x – это позиция уже дешифрованного символа, а y – это позиция шифрованного. Просто нам нужно сдвигаться теперь в другую сторону. То есть, обратное преобразование. Может быть, я сейчас говорю запутанно, туманно и непонятно, но я думаю, сейчас мы напишем немного кода, и все станет сразу ясно. Давайте приступим. Создам проект с нуля, и мы посмотрим, как оно работает. На самом деле, хотелось бы примерно представлять уровень наших, моих слушателей. А конкретно… Сейчас я создаю проект. Я заведу… Я писать буду на Python. Я создаю виртуальное окружение. Что это такое? Такую команду. И в каталоге, то есть, как бы… Я пишу в линуксовом окружении с линуксовым интерпретатором. Ну, в Windows есть Linux Subsystem. Собственно, ее я использую. То есть, я нахожусь в каталоге workspace webinar. Вебинар Giffy Hellman. И здесь я выполняю команду virtualenv – python3.vn. Эта команда создаст виртуальное окружение, положит его в папочку vn, и интерпретатором будет работать Python 3. Зачем я это делаю? Затем, что, когда вы чего-нибудь разрабатываете, вам, скорее всего, нужны будут сторонние библиотеки. На каждый проект, на каждый случай ставить стороннюю библиотеку себе в систему, ну, может быть, достаточно проблемно. Потому что, условно, два проекта. Один требует библиотеку версии, там, условно, 0.1. Второй проект требует библиотеку версии 0.2. И тут возникнет проблема. Как вы будете управлять зависимостями библиотек в проекте? Для этого был придуман в Python virtualenv. И это, собственно, часть, она, не часть, а система, она использует стандартный системный интерпретатор, и к нему можно, собственно, конкретно в локальный вот этот каталог добавить необходимые библиотеки. необходимые библиотеки. Вот. Прямо сейчас мне, наверное, никакие библиотеки особо не нужны. Прямо сейчас я создам каталог SRC, в котором у меня будут лежать исходные коды текущего проекта. и назовем мы это дело MainPy. Еще такой момент. Я же обещал в описании вебинара, что буду писать, придерживаясь методологии TDD. Да. TDD – это такая методология, в рамках которой переводится это как разработка через тестирование. Сначала пишется тест, этот тест запускается, как бы, судя вот из постановки вопроса, что пишется тест, а кода не пишется. Очевидно, что тест падает, потому что, как минимум, не может ничего импортировать. После того, как мы написали тест и убедились, что он не работает, мы пишем код таким образом, чтобы он удовлетворял тому тесту. И запускаем тест повторно. Таким образом, имеем множество достаточно мелких итераций, в рамках которых мы постепенно улучшаем тест и пишем код. Что это дает? Это дает несколько иное отношение к коду и построению архитектуры приложения в начале. Очень часто и болезненные ситуации, когда пишется много кода, много сильно связанного кода, и возникает проблема с тем, вот условно там большой класс на много-много-много строчек кода, есть условно-приватные методы, как бы в питоне как таковых приватных нет, но тем не менее условно, пусть они будут. Мы меняем этот приватный метод, и нам бы хотелось не проверять всю цепочку вызовов от публичного метода до конкретного приватного, а мы бы хотели проверить атомарно маленький функционал, который мы поменяли. и если писать код не придерживаясь методологии ТДД, это может быть проблемой. Ну, как бы это может быть, может не быть. ТДД ставит перед собой задачу, чтобы таких мыслей не возникало, решая как бы с собой проблему организации кода. Поэтому, что мы сейчас делаем? Мы создадим файл, который будет называться PestlePipe. Да, в корне. И в питоне есть менеджер пакетов, менеджер зависимости, который позволяет из интернета поставить необходимые библиотеки, которых не хватает. Называется он Pipe. вот этим пайпом мы сейчас поставим фреймворк для тестирования, который я тоже писал в описании вебинара. А, ну да. А, таковой. Что же я делаю? Проблема в чем была? После того, как я создал VirtualLenv, окружение, в котором будут лежать библиотеки, мне нужно его активировать. Потому что, что, каким образом этот VirtualLenv позволяет делить библиотеки версии между собой? Он подставляет переменные окружения. И до тех пор, пока этих переменных окружений нет, интерпретатор Python ищет все библиотеки в своем стандартном системном пути. Здесь мы... Сейчас я активировал VirtualLenv, и теперь я могу обращаться к библиотекам, которые вот лежат в этом каталоге Voyenv. Поэтому я вот ставлю свой тестовый фреймворк в окружении, в виртуальное окружение, чтобы не захламлять систему основную. Вот оно стоит. Зачем нужен тестовый фреймворк? В рамках нашего кубинара на самом деле пользы от него не так, чтобы много. Он нужен только для того, чтобы... Ну, конкретно в наших задачах он нужен для того, чтобы искать модули в терминологии Python, искать в них методы и запускать их. Собственно, все. Мы даже стандартными ассертами пайтеста пользоваться не будем. Вот. Так что мы... Да. У меня есть... Нужно ли он мне? Нужно мне, да. У меня есть тут заготовочка с алфавитом, чтобы не писать это все руками. Я хочу ее скопировать, чтобы он бежал. Вот. Соответственно, что мы будем делать? Мы будем писать, ну, как было примерно в презентации. Мы напишем две функции. Одна будет кодировать символ, другая будет декодировать символ. Вот. Кодировать будет называться коди. По поводу тестового фреймворка. Он умеет искать тесты, и тесты он ищет по префиксу. То есть файл называется testAll. Он найдет префикс test и будет искать внутри этого файла функции, которые будут тоже иметь свое название и слово test. Поэтому мы создаем функцию testCode. да. И что мы будем делать? Сразу импортируем модуль main, который пустой. будет подразумевать, что в main у нас есть функция коди. Которая будет серфировать символы. И как я уже говорил до этого, будем использовать ключ равный 3, просто по умолчанию. это функция с ключом равным 3 на букву а должна нам вернуть букву г если я правильно помню. и букву а на русскую. Вот. Это собственно сейчас написано фигня, потому что нам надо делать assert. если кто вдруг не знает, assert это стандартный кейворд ипона зарезервированный. Что он делает? Он принимает запись, кстати, да, вроде должна быть. По крайней мере на ютюбе она останется. И с ютюба я наверное не буду ее никуда удалять. Она будет долго висеть. assert ключевое слово аргументом оно принимает выражение. и если выражение истинно, то собственно ничего не происходит. Если выражение ложно, то выбрасывается exception. То есть выброшенный exception значит, что тест не пройдет. И сразу тогда напишем функцию для декодирования. и если она должна вернуть нам все с точностью до наоборот. вот 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 что как бы и намекает. тесты у нас не проходят. нам пайкэш это каталог, в котором интерпретатор питона складывает временно свои значения используемые для оптимизации. То есть на него не обязательно обращать внимание, переживать. Вот этот тест толпай с тильдой это мой текстовый редактор составил бэкап. То есть тест толпай это не обязательно смотреть. мы хотим, чтобы SRC у нас было пакетом в терминах питона, чтобы мы могли применять в него проще импортировать сущий код в других каталогах. Для этого в питоне для того, чтобы сделать каталог пакетом есть такой служебный файл init.py который надо положить в пакет . SRC у нас состоит из main.py ну и служебные файлы, которые нам особо не нужны. Вот теперь мы идем писать код который будет работать. Сейчас ц алфавит у меня обозначен как литерал, то есть константная структура данных. Как константу я предъявлю k тоже равен 3. будет функция код которая будет принимать букву что есть строка и можно будет опционально передать ключ который будет целочисленным значением и поставим ему значение по умолчанию k если его не указать, то будет пользоваться определенный k теперь что мы делаем мы смотрим на нашу формулу x это индекс в оригинальном оси k ключ n длина алфавита то есть что мы делаем x таким образом мы получим индекс элемента в массиве мы хотели получить что-то мне надо ускоряться разговаривать и меньше расползаться мысль по тому самому вот x плюс k и что мы там делали полочисленное деление на длину алфавита и нам нужно вернуть элемент под новым индексом сразу пишем функцию decode и сигнатура у нее здесь мы скажем что функция возвращает строку эта функция у нас тоже возвращает строку и сигнатура у нее аналогично получаем и новый вычисленный индекс у нас считается по формуле и минус к плюс а длину алфавит и все численно делим на алфавит аналогично возвращаем возвращаем вот так и допустим касты и посмотрим пройдут ли они они прошли что это значит это значит что наш код работает так как мы ожидали теперь давайте напишем тест сложнее ну чтобы убедиться что это работает более чем на одно условие для этого мы что напишем еще одну функцию которая будет кодировать слово и обращает она точно как же строку да вот сейчас мы напишем однострочное выражение которое сделает нам все что нужно что джоин говорит что джоин принимает итерабельный объект и элементы из которых стоит итерабельный объект объединяет с разделителем здесь мы просто все объединяем map это функция которая имеет принимать аргументом она принимает собственно другую функцию вторым аргументом она принимает объект тоже итерабельный к каждому элементу которого она применит переданную функцию а этот объект у нас word вот то есть что произойдет выполняться будет изнутри наружу таким образом что map к всем элементам word применит функцию код и вернет объект в виде условно в кавычках массива потому что в третьем битоне это генератор но как бы сейчас это неважно он вернет условно массив из кодированных элементов которые собственно потом объединятся в строку и мы сделаем аналогично decode word и здесь тоже функция и код это собственно соответственно код это функция которая вышла с не придерживаюсь в методологии правильно, потому что временно оно подошло. Словом у нас будет привет, у меня мой алфавит задан заглавными буквами, поэтому можем работать только с заглавными. И на самом деле я это уже проверял и я заранее знаю, что получится, должно что-то вроде что-то такое. Сразу напишу обратно. Обратно. Если это у нас аргумент, то получить подолжное слово «Привет». где-то что-то я ошибся. те же, вот где же. Простите, оно работает. что вам не выглядело так, все правильно, все дела. Можно написать негативный тест, проводить плантик. Ну, чтобы убедиться, что у нас все работает правильно, и это не что-то неправильное. допустим. мы вызовем, допустим, декод и напишем что-нибудь отличающееся. ожидать будем все же самое. что не ожидалось потому что тест заранее просто избавимся собственно это основная идея симметричного шифрования то есть для того чтобы весь вот этот кей он используется и в код и в декод и на самом деле можем поэкспериментировать поменять его но если он будет разный у кода и декода то мы будем стабильно получать вместо собственно данных которые хотелось бы сейчас мы пойдем и быстро перейдем к асимметричному шифрованию подготовил я тут пару слайдиков для того чтобы описать как он работает вот алгоритм Диффи Хеллмана на данной картинке картинка на самом деле с Википедии и если очень плохо и непонятно рассказывают там можно почитать еще раз может быть это будет более понятно есть два человека которые хотят передать между собой сообщение Алиса и Боб у них у каждого есть по приватному ключу которое здесь обозначено как А и Б и есть ГИП которые доступны всем это большие простые числа с помощью такой математики нехитрой на самом деле хитрой Алиса и Боб независимо друг от друга имея свои приватные ключи и имея общие G и B буквы значения получают одинаковые приватные ключи то есть приватный ключ он нигде никак не передается есть общедоступная информация есть приватная информация которая хранится у двух желающих передать и получить сообщение и на основе этой информации они независимо друг от друга путем вот нехитрых вычислений получают одинаковое значение одинаковый приватный ключ почему у них это получается ну собственно математика на их стороне это базируется на модулярной арифметике несколько правил основных то есть что здесь есть ну и что такое модулярная арифметика вот условно у нас есть два числа А и Б мы их складываем и хотим получить остаток отделения на другое целочисленное число собственно это операции преобразования каким образом можно работать с этими выражениями в терминах и на основе вот этого выражения собственно строится алгоритм как просто вычислить значение необходимые нам здесь собственно расписан алгоритм как посчитать 3 степени 90 и получить остаток выделения на 5 делается это через преобразование 90 в двоичную систему числения создаем массив из значений которые вычитают следующим образом то есть первое значение собственно то значение которое есть дальше мы возводим во вторую степень берем остаток отделения на 5 результат это следующий элемент в квадрате остаток деления на 5 и собственно путем таких нехитрых манипуляций мы получаем число 4 это все базируется на вот этой единственной формулке зачем все эти танцы с губном если питон позволяет нам посчитать это значение напрямую то есть ничего не мешает сделать и мы собственно получили число 4 которое ожидали потому что числение в лоб оно очень ресурсоемко и вот на этих значениях в питоне есть большие целые значения допустим обычно эти алгоритмы реализуются на сях более низкоуровневого для большей производительности и там переполнение более критично здесь питон это просто все привел к большим целочисленным значениям и посчитал на самом деле это не очень эффективный способ но я думаю сейчас мы тогда так и сделаем то есть что мы делаем мы напишем тест проверять каким образом как собственно пишем тест для того чтобы посчитать вот то что здесь написано что мы назовем modExp потому что теорет в остатке это как бы модулус а exp ну это экспонент вот и способ нового вызовем не существующую функцию первым аргументом будет будет троечка вторым соответственно модуль и мы должны получить 4 посмотрим очевидно что мы не получим 4 потому что функции нет у нас было число которое мы возводим степень второе целочисленное значение и модуль и в результате мы тоже ожидаем получить целочисленное значение сейчас мы сделаем предельно наивную реализацию и он нам это позволяет время нам это не позволяет поэтому читаем все в лоб и мы должны пройти тест так что теперь теперь нам нужно реализовать непосредственно протокол не хотелось бы это сделать как-нибудь проще для этого мы тогда сделаем что вот пишем класс пользователя вот так собственно это он поддерживает объекты объектную модель и при создании классов как бы считается хорошим стилем наследоваться от базового объекта 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 г г будет большая константа что я сейчас пишу в терминах питона это переменные уровни класса которые доступны всем объектам класса и ничем особо не скрываются эти переменные нужны для работы алгоритма это собственно публичные переменные которые которые в основе которых используем которых генерятся генерятся ключи необходимые нам у каждого объекта класса есть его приватный ключ сделаем наверное так 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 и у нас она должна случайным образом сгенериться для этого что мы сделаем мы делаем назовем из модуля random и здесь нам нужно указать пределы из которых будет вытаскиваться случайное число ну пусть это будет ну пусть это будет и 9 до 3 и вот так это метод который выдавается при создании объекта то есть инстанцирование класса то есть создав объект ему будет доступна jt переменная и у него появится своя уникальная переменная а помимо переменной а ему надо а заглавное которое будет собственно как это выразится ну сейчас я допишу и мы увидим как оно должно быть а большая а маленькая gp а большую мы считаем то есть g степень а по модулю p а а в степени а модулю p и должен быть приватный ключ сейчас опишем для для того чтобы создать вот 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 собственно нам нужно в термин а большая и b большая это публичные ключи вот нам нужен публичный ключ а к это будет не приватный ключ а собственно а маленькая приватный ключ к будет тот общий ключ который генерят пользователи поэтому он целого числа и мы ничего не возвращаем так на ключ так полученная нами переменная да или stof 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 времени у нас все меньше и меньше но сейчас попробуем убедиться что я нигде не ошибся и она работает правильно собственно алиса которая не калису алиса которая тоже и мы делаем методы делаем методы алисы алисой обращаясь объекту bob и просим у объекта его больше а, для того, чтобы оно более единообразно вылетело то есть если мы попросим у боба а, аналогично сделаем bob нам нужно значение алисы и теперь мы можем убедиться, что приватные ключи, которые мы получили одинаковы несмотря на то, что мы передавать только публичную информацию общедоступную где-то я ошибся а, ну да, правильно, я сделал присвоение первые аргументы всегда принимают объект класса self это в данном случае объект юзера то есть у боба self это боб, у алисы self это алиса работает работает на самом деле оно благодаря как раз таки модулярной арифметике и гарантирует мы передаем только публичную информацию на основе на основе которой каждый пользователь генерит вот этот свой внутренний ключ который будет одинаковый при одинаковых выходных данных если делать атаку человеку в середине которая митом атака злоумышленник может получить только собственно вот эту боб эй и алисы помимо этого ему злоумышленнику доступны доступны переменные которые никто не скрывает потому что не так уж и страшно и на основе вот этих трех значений для того чтобы злоумышленнику вычислить вот этот приватный ключ который мы здесь достаточно просто вычислили ему нужно непропорционально много вычислительных ресурсов собственно на этом строится логика алгоритма Дефи Холмана он ничего как такового не скрывает просто за счет того что та информация которая публично доступна на основе нее можно получить приватную информацию только потратив непропорционально много вычислили ресурсов помню читал статейку по поводу американского агентства безопасности с текущими ключами размером в 512 бит для того чтобы посчитать все возможные варианты для одного набора публичных данных им им нужно было бы что-то порядка года вычисленных ресурсов на кластере и стоимость поддержки этого кластера исчислялась миллиардом долларов как бы непропорционально дорого для того чтобы взломать одну переменную риф собственно на том и стоит интернет на том что слишком это дорого непропорционально дорого для того чтобы взломать один единственный коннект а если менять ключи часто и использовать большие значения вот этих переменных то сложность растет еще больше вот примерно вот так на самом деле времени категорически не хватило вот наивная реализация которую я сделал ну учитывая что вот это вычисление по модулю вычисление степени по модулю оно очень простое то есть в реальных системах все-таки придерживаются алгоритмов похожих на вот этот но более сложных более оптимизированных и все-таки не на питон конкретно для питона есть библиотека их на самом деле несколько гипто другая rsa в которых эта вся логика реализована таким образом что ну то есть как на питоне реализуют вещи которым критична производительность пишут все на си и делают интерфейс на питоне который обращается на самом деле с сижным кодом тут собственно есть готовые решения которые нужно использовать вебинар вот этот вебинар и вот этот код который был здесь написан он нужен только для понимания того что происходит под капотом вот примерно вот так ну я смотрю комментариев не очень много может быть есть у кого-нибудь вопросы и что-то не до конца раскрыл если они есть задавайте я чего-нибудь отвечу вот тут сколько времени есть кому времени жалко ну а если вопросов нету то как бы наверное тогда закончим ну да я учитываю что есть задержка трансляции по всей видимости никому особо спросить нечего я наверное презентацию исходные коды ну те исходные коды которые есть сейчас тут на это хочется смотреть плакать на все но на большую часть вот я маленько подкорректирую презентацию положу и добавлю наверное ссылок на оригиналы то есть где можно почитать про то что я рассказывал и положу это все в гитовый репозиторий репозиторий наверное добавлю в описании к видео вот я вижу вопросы вопросы задавайте вопросы я как раз готов на что-нибудь ответить я думаю если не задать вопрос сейчас то есть мой профиль на гигбрейнсе и там я думаю личные сообщения есть ну и по крайней мере там есть публичные комментарии в которых можно что-нибудь спросить и я что-нибудь отвечу как-то так да ссылки на оригиналы на подправленный код который не стыдно на гитхабе выкладывать я это выложу и добавлю в описание к видео ссылочку на самом деле хорошо что все понятно потому что мне казалось что не очень было все понятно но это радует так тогда если больше вопросов и чего-то еще ни у кого нету тогда наверное на то мы закончим тогда всем спасибо что посмотрели меня выдержали этот час и может быть до новых встреч да и вам спасибо что смотрели пока тогда всем не что что не что и это все не они все мы